Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, вот больше всего в этой самой жизни я ненавижу, вот знаете ли, то, когда люди врут. Врут либо друг другу, либо каким-то другим людям, не связанным вообще как-то с ними и так далее. Но вот какой-то, знаете ли, дочерняя, так сказать, фирма, да, вранья, это дезинформация. Потому что, ну, это по факту одно и то же, только тут ты дезинформируешь на какие-то очень огромные, такие, знаете ли, масштабы. И все люди начинают об этом так говорить, об этом так думать, и складывается такой, знаете ли, общий миф насчет всего этого. И сегодня я постараюсь его немного то ли опровергнуть, то ли сделать еще что-то, в общем-то, привести к какому-то общему знаменателю, чтобы вы максимально понимали вообще то, с чем вы имеете дело и почему это на самом деле не так. Можно даже, знаете, отдельную рубрику вот эту вот сделать, типа разрушитель мифов и так далее и тому подобное. И тут рассказывать обо всем вот о том, о чем вы можете там думать, о каких-то вот этих, вы знаете ли, самповских мифах, багах, секретах, там вот этих вот легендах и обо всех прочих вещах. Однако сегодня мы так или иначе говорим не о мифах, ой, наоборот, мы говорим не о багах, не о секретах, мы сегодня с вами говорим о мифах. И об одном из самых распространенных мифов касательно Аризоны РП. То есть, там, знаете, первый миф это донат машина, второй это там игроки-дмщики, третий это там игроки в казино вечные и так далее и тому подобное. Но есть еще один такой, знаете ли, миф, который зародился, наверное, больше у каких-то игроков вообще не связанных там как-то с Аризоной РП, вообще не связанных с аризоновскими ютуберами и так далее. А миф этот звучит, знаете ли, как-то примерно вот так вот. Мол, то, что Аризона, она платит вот ютуберам больше других проектов, больше других серверов и вследствие этого, как бы, рынок ютуберов, как говорится, ломается и так далее. Сегодня я постараюсь ответить на все вот эти, знаете ли, претензии, то, как лично я это все вижу и то, как подразумевают об этом какие-то нормальные люди, которые там, знаете ли, сотрудничают с Аризоной или там играют на Аризоне и знают вот всю вот эту вот кухню изнутри и не только. И вот я думаю, что многим это так или иначе будет интересно. Вообще, за что платят ютуберам в GTA Samp сегменте? То есть, большинство серверов из GTA Samp сегмента, там, при такой, знаете ли, формировании, наверное, какой-то доходности от ютубера, они смотрят на промокоды, вот, знаете ли, там, на количество введенных рефералов и на все прочее. Аризона же в данном случае на все это не смотрит и там главное, чтобы были просмотры и там хотя бы, ну, чтобы кто-то там как-то приходил, когда какие-то другие проекты, они прям вот максимально задрачивают вот эти вот самые рефералки. То есть, в этом месяце от тебя пришло 100 человек, а в следующем месяце от тебя пришло 10 человек, все, ты как бы нам не нужен, все, вот, и так далее. Аризона же такого не сделает, ну, наверное, никогда, потому что она на вот эти вот самые рефералки, она особо-таки не смотрит. Она даже систему промокодов сделала такую, что у каких-нибудь, там, знаете, вот этих вот великих мастодонтов Samp индустрии, даже у них, знаете ли, не особо большой приход. Там Брулев, по-моему, что-то около 50-100 промокодов, я не помню сейчас, насколько у него, но явно там где-то не тысячи, не более того, потому что новым обновлением, вот этим вот, знаете ли, последним с промокодами или каким-то обновлением, они, в общем-то, разрушили вообще весь рынок промокодов. Сейчас промокоды может сделать абсолютно любой человек, и тот, кто их будет больше рекламировать, тот, кто будет больше о них как-то разглагольствоваться и так далее, тот, кто будет больше всех упрашивать, вводить вот этот вот самый промокод, у того и будет больше промокодов. У всех остальных похуй, то есть у меня, я вам даже сейчас могу сказать, активации моего промокода, этот NoToxic22, который я постоянно рекламирую, их два, при том, что промокод мой дает минимальное количество вообще денег, то есть это 100 тысяч. То есть две активации промокода, какие-то люди, видимо, мне поверили, то, что промокод дает миллиарды, активировали его, и потом вообще охуели, и сказали, чтобы больше такого, блять, вот такой вот хуйни всей ее не было, и вот всего-всего прочего, и типа, ну, чтобы вы так плюс-минус понимали вообще, что там, как и где происходит. Так вот, Arizona платит больше других. Так вот, ютуберам чаще всего, вот вычисляя их такую среднюю цену за ролик, смотрят на такое среднее количество просмотров на роликах. Если мало ли кто-то не знает, как вычислить среднее количество просмотров на роликах, берете показатели своих последних 10 роликов, складываете их и делите на 10. То есть вот это вот, по-моему, да, по-моему, именно так эта формула вычисляется, это ваше среднее количество просмотров, как бы, на данный момент. То есть за последние 10 видеороликов, то есть у вас вот такая вот среднее количество просмотров и многое другое. Исходя из этого, то есть вот это вот среднее количество просмотров, вы их делите на 2 и получаете то, сколько плюс-минус вы можете попросить у проекта за один рекламный видеоролик, там, вот, на их каком-то сервере и на каких-то прочих вещах. Вот, то есть это работает примерно, ну, вот, как-то вот так вот. И, то есть, Arizona в данном случае платит примерно, то есть, ну, плюс-минус вот так вот. То есть кому-то больше, кому-то меньше, там, в зависимости от того, насколько там аудитория лояльна, сколько, опять же, приходит по промокодам. Я сказал, что это не важно, однако, конечная сумма того, сколько вам заплатят, также зависит от промокодов. Конечно же, она играет не решающую роль, а решающую роль, как мне кажется, играет то, насколько вы, так сказать, на хайпе и на всех остальных вещах, вот, и так далее. Так вот, почему же сложился такой миф, что Arizona платит, вот, как бы, больше, чем другие проекты? Потому что есть большие ютуберы, которым Arizona может заплатить то, сколько они, в самом деле, заслуживают. То есть, нет, в самом деле, если брать каких-то, вот, знаете ли, таких больших ютуберов, там, я не знаю, 100-150 тысяч подписчиков плюс, то, разумеется, Arizona им платит больше, чем другие проекты, потому что к себе важно привлечь такого человека, который, как бы, будет, вот, набирать стабильно, там, я не знаю, по хотя бы 60 тысяч просмотров, там, по 50 тысяч просмотров. И, разумеется, Arizona такого человека к себе берет, она его перекупает, но вот, именно, знаете ли, такой слоган, что Arizona перекупает абсолютно всех, потому что она платит больше всех? Нет, такого просто нету. Arizona, я вам вот что могу сказать, Arizona это самый стабильный проект в GTA Sampo. То есть, если вы хотите какую-то более-менее стабильность и уверенность в завтрашнем день, и вы ютубер, у вас есть там какие-то, знаете ли, более-менее просмотры, то, разумеется, Arizona это вот прям ваше будущее, потому что, вот, прям, я не знаю, сколько вот мы сотрудничаем с Arizona, мы после, по-моему, 12 марта 2018 года сотрудничаем, то есть, скоро уже, получается, два года будет, как вот я сотрудничаю с Arizona, если меня ранее, раньше не уволят, потому что то, сколько у меня сейчас просмотров, это пиздец. Меня до сих пор, мне по секрету, там, Остас сказал, меня держат до сих пор, потому что мы давно сотрудничаем с Arizona, и я им за это, безусловно, огромнейшим образом благодарен, потому что, ну, я не знаю, я бы сейчас уже, там, сидел, где-нибудь, бомжевал, там, вот это вот, там, еще что-нибудь такое делал, потому что, ну, другие проекты меня бы с таким количеством просмотров, разумеется, не взяли, только вот сам ПрП, вроде как, там, что-то предлагали, там, какие-то, вроде как, поблажки лично мне делали, там, вот прям, я не знаю, можно ли это разглашать, или что-то вроде-то, но, в общем, не важно, просто, знаете, что сам ПрП, как бы, тоже были готовы меня взять, вот, на мои, знаете ли, такие, от 300 просмотров, Радмир РП еще писал, но я уверен, что я бы отснял для них, знаете, там, ну, для Радмир РП, как минимум, я бы отснял, там, 2-3 ролика, и вот, со мной бы поступили, как с бароном, потому что, от меня бы пришла, там, какая-то маленькая конверсия, буквально, там, я не знаю, ну, мало человек от меня бы пришло, я не могу сказать точные цифры, потому что это не может сказать никто, то есть, если, если бы вы знали, то, сколько от вас придет людей, вот, гарантированно на каждый сервер, то вы бы стали миллионером, ну, логично, что вы бы прямо, вот, сколько сказали серверу, вот, на него придет, столько бы пришло, то, конечно же, сервера бы вам заплатили огромнейшее количество денег, однако, ни один GTA-самп-ютубер вообще не может предсказать то, сколько от него придет людей, и, типа, вроде того, поэтому, мне кажется, что я вам все досконально рассказал, то, что Аризона платит больше только большим ютуберам, которые, в самом деле, заслуживают того, чтобы им, вот, столько вот платили, и то это называется не больше, это называется реальная, вот, оплата за их вот этот вот труд, то есть, там реально, как мне кажется, платят, то есть, если у тебя, там, 60 тысяч просмотров в среднем, то тебе платят, там, 30 тысяч просмотров, ой, 30 тысяч рублей, вот, возможно, там, больше, возможно, меньше иногда, и что-то вроде того, потому что, ну, это, в самом деле, это, мне кажется, заслуживает человек, который набирает, там, стабильно, 60 тысяч просмотров в среднем, да, то есть, я думаю, что он заслуживает, чтобы ему платили, как бы, 30 тысяч рублей за один видеоролик. Тофик Дипсайз, кстати, вот, один из таких людей, он прям, у него отдельный ролик, там, уже сколько, блядь, миллионов стоит, я не знаю, мне кажется, что Тофик Дипсайз, это один из самых, если это не самый богатый, вообще, GTA-самп-ютубер, потому что по количеству рекламы, там, потому что его деньги буквально звонят, мне кажется, что он реально, вот, самый богатый GTA-самп-ютубер из всех, потому что, ну, это реально пиздец, причем, вы знаете, по совместительству один из самых тупых GTA-самп-ютуберов, то есть, там где-то идет Владислав Павлов, Тофик Дипсайз, потом там еще какие-нибудь люди идут, я не знаю, если что, то можете посмотреть топ тупых GTA-самп-ютуберов, и там вы, как бы, нагляднейшим образом во всем этом убедитесь, вам станет, вот, прям, буквально все понятно насчет, вот, всего этого, и вы такие, типа, ебать, в самом деле, этот человек тупой, поэтому, вот, прям, на канал можете зайти, там, нажать, вот, на эту, знаете ли, лупу, как, вот, поиск, и начать, там, искать, вот, топ тупых самп-ютуберов, еще есть топ умных самп-ютуберов, я тут туда добавил большинство нормальных, адекватных людей, наверное, в скором времени также сделал какой-нибудь топ, и все вот это, вот, знаете ли, прочее, однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, что я вам могу сказать, Резон РП не платит больше всех, всем пока.